Мадонна, Джастин Тимберлейк, Николь Кидман. Таков далеко не полный список звезд, чьи имена всплыли в результате финансового расследования райское досье. Как уклоняются от налогов селебритис, знает Светлана Чернецкая. Наш Сапкор в Лондоне. Что не день, то разоблачение. В 13 миллионах бухгалтерских документов из офшоров, полученных журналистами, всплывают все новые имена. Кроме политиков и членов британской королевской семьи, еще и многие артисты рады сэкономить свои кровные. Среди них один из самых влиятельных людей в Голливуде, а сейчас и скандально известный Харви Вайнштейн, которого десятки женщин обвиняют в сексуальных домогательствах. Продюсер вывел в офшоры часть своих заработков, чтобы не платить налоги в США. Также поступила и королева поп-музыки. Мадонна тайно вложила деньги в компанию на Бермудах. Свой бизнес в офшорах зарегистрировала голливудская актриса Николь Кидман и фод-певец Джастин Тимберлейк. Все это законно, но вот вопрос, правильно ли в плане нравственности и морали. Мы знаем, что люди обращались в фирму Apple без претензий, что компания Apple платит очень мало налогов. Так, мол, можно и нам найти место, где и мы не будем платить налоги. Схемы предприимчивых звезд отличаются по уровню изощренности. К примеру, певица Шакира перевела почти весь бизнес в офшоры, поэтому мало беспокоится о налогах. Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон пошел еще дальше. Он еще и нажился на британском правительстве после покупки частного самолета. Владея фирмами в офшорах и часто летая на райские острова, он сумел доказать, что пользуется самолетом исключительно для деловых поездок. А поэтому получил возврат 20% НДС из бюджета. А вот компании Nike удалось применить очень сложный трюк, запутав две страны, когда США уверены, что фирма платит налоги в Нидерландах, а Нидерланды, что в Штатах. Вот только обвинить всех миллионеров-хитрецов можно лишь в одном желании сэкономить. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.